Всем привет, на связи МК. Ждать конца дефицита видеокарт в ближайшее время не стоит. По самым оптимистичным прогнозам, он продлится до конца осени. Пессимисты же утверждают, что все впереди, и что в 2022 году мы будем с ностальгией вспоминать про RTX 3090 за 300 тысяч рублей. Но играть хочется сейчас, поэтому давайте поговорим про то, что майнерам не совсем интересно, про процессоры с интегрированной графикой. Да-да, еще полгода назад никто такие решения всерьез для игр не рассматривал, но жизнь бьет ключом и все по голове, так что давайте посмотрим, на что способны современные и не очень интегряшки. Начнем с того, что самое главное различие между интегрированной и дискретной графикой наличие собственной видеопамяти у последней. Интегряшки же вынуждены использовать ОЗУ, поэтому чем она быстрее, тем больше у вас будет FPS, так что никаких одиночных модулей на 8 или 16 ГБ, только пары, чтобы работал двухканальный режим. В таком случае пропускная способность вырастет вдвое, что может на 20-30% поднять FPS в играх. Также не стоит уж совсем экономить и брать DDR4 на частоте 233 МГц. Практика показывает, что не шибко дорогие планки на 3200 МГц дадут еще 10-15% так нужной для слабой графики производительности. И не стоит забывать, что интегрированные видеокарты могут отъедать от ОЗУ в играх 1,5-2 ГБ, так что 8 ГБ памяти может не хватить и имеет смысл смотреть в сторону 16 ГБ. Они тем более пригодятся, если вы в будущем поставите мощную дискретную видеокарту и захотите поиграть в современные игры на высоких настройках графики. Intel UHD Graphics 630. Пожалуй, самая популярная интегрированная видеокарта в мире. Оно и неудивительно. Intel, плотно застрявшая на 14 нанометрах, ставила ее почти во все процессоры для ультрабуков, ноутбуков и десктопов за последние 5 лет. С одной стороны, это плохо. Интегрированная графика и так редко бывает быстрой, но решения пятилетней давности тем более скоростью не порадуют. С другой стороны, раз такая графика стала массовой, она даже в системных требованиях игр засветилась, таких как Total War Saga 3, но аж создатели всяких танков и Дота 2 уж точно оптимизировали свои проекты под такую интегряшку. Как итог, большинство современных бесплатных онлайн-проектов на UHD 630 будут работать без проблем. Да, скорее всего, в Full HD с низкими настройками графики, да и FPS будет в лучшем случае около 60, но это все еще вполне играбельный показатель. И, разумеется, игры где-то до 2012 года также будут работать, а вот выше уже выборочно. Например, если GTA V получится вполне комфортно поиграть в HD с консольным FPS, то в последний на данный момент проект великого Кодзимы, Death Stranding, поиграть смогут разве что суровые челябинские геймеры, которым хватит 10-15 FPS на минималках. Поэтому, если вы планируете купить, например, шестиядерный Core i5-10400, который, судя по E-каталог, сейчас стоит от 15 до 20 тысяч, и хотите коротать вечера в игры до того момента, когда купите дискретную видеокарту, то сразу настраивайтесь на классику. Абсолютно все сталкеры пойдут без проблем в Full HD далеко не на минималках. Можно будет поиграть в классического первого Ведьмака, Doom 3, да даже Crysis, и тот будет вполне играбелен. Но вот в проекты второй половины 2010-х ловить с такой видеокартой нечего. AMD Vega 3 Линейка Athlon G стала ответом на популярные Pentium, которые уже целых 4 года назад получили гиперпоточные, что вывело их в то время на уровень Core i3 при ощутимо более низкой цене. Да что там говорить, эти процессоры до сих пор популярны, ибо два ядра и четыре потока до сих пор способны тянуть игры. Не все, конечно, но онлайн-проекты точно. При этом в Pentium G4560 и G6400 стоит огрызок от UHD630 под названием UHD610. В Athlon 200GE и 3000G тоже сильно урезанная Vega 3. Кто же из них быстрее? Тесты показывают, что у UHD610 нет ни шанса. Vega 3 быстрее временами вдвое. Однако все еще нужно понимать, что она дотягивает максимум до UHD630, а значит ее придел это онлайн-проекты или старая добрая классика конца нулевых. Попытка запустить тот же RDR2 приводит к 10-15 FPS в HD на минимальных настройках графики, что далековато до играбельности. И хочу заметить, что такой вариант в общем и целом тупиковый. Двухъядерный процессор даже с гипертрейдингом в современных играх не вывезет даже базовую дискретную графику уровня GTX 1650. Для этого потребуется честный четырехъядерник. AMD Vega 8, 10 и 11. А вот эти видеокарты уже куда интереснее. До чего уж говорить, это практически лучшая интегрированная графика в десктопных CPU на данный момент. В среднем такие решения выступают около затычек типа NVIDIA GT 1030 или даже AMD RX 550. Однако их плюс в том, что нередко стоят они и сами как вышеуказанные видеокарты, что делает их покупку выгодной. Да, конечно Vega 8 будет на 15-20% медленнее Vega 11. Однако все еще их имеет смысл рассматривать вместе. Почему? Да потому что если одна из них тянет какую-нибудь игру, то тянет и вторая. С другой стороны, если Vega 8 с очередным навороченным хитом не справляется, Vega 11 тут тоже ловить нечего. К примеру, в Rise of Tomb Raider Vega 8 способна выдать около 30-35 FPS на минимальных настройках графики в Full HD. Старшая Vega 11 около 35-40. Оба показателя на грани играбельности, и большой разницы между ними нет. Или возьмем тот же War Thunder. На высоких настройках в Full HD Vega 8 даст вам порядка 60 FPS, Vega 11 около 75. Плавность в обоих случаях будет сравнимой. Разумеется, это не значит, что стоит брать процессоры с младшей Vega 8. Представители с Vega 10 и 11 как минимум позволяют повысить настройки графики, или дальше отползти от 30 кадров, что вполне себе приятный бонус. Кроме того, APU с Vega 8, это Ryzen 3, 2200G и 3200G имеют 4 ядра и 4 потока, а с Vega 10 и 11 это Ryzen 5 2400G, Ryzen 5 3, 350G и Ryzen 5 3400G уже 4 ядра и 8 потоков. Поэтому в будущем, если у вас получится купить дискретную графику, старшие Ryzen 5 будут ощущать себя в играх куда комфортней. AMD Vega 6, 7 и 8 Интегрированные видеокарты в процессорах Ryzen 2000 и 3000 вышли настолько годными, что AMD расслабилась. Еще бы, зачем стараться, если UHD 630 от Intel временами в 2-3 раза слабее. Поэтому в Ryzen 4000 компания стала слегка экономить на графике. Она получила меньше потоковых процессоров, но зато чуть ли не в полтора раза выросла частота GPU. Как итог, новая Vega 6 приблизительно равна старой Vega 8. Новая Vega 7 находится около старой Vega 10, ну а новая Vega 8 делит первое место со старой Vega 11. Короче, все запутано. Поэтому отдельно говорить о таких видеокартах нечего. Единственное, стоит отметить, что если старые Ryzen поддерживали память до 3200-3400MHz, то новые вполне неплохо работают на 3600-3800MHz, что позволяет отыграть еще 5-7% в FPS. Во всем другом это такие же интегряшки уровня базовых дискретных GT 1030 или RX 5500 с аналогичными возможностями. Поиграть можно почти во все, но современные хиты потребуют кардинального снижения настроек графики и разрешения. Например, в том же Cyberpunk 2077 можно получить около 30 FPS на минималках в HD. Маловато, скажете вы, но у игроков на консолях прошлого поколения и такого нет. Тем более, что в проектах старее, например, в том же Ведьмаке 3, вполне можно замахнуться на высокие настройки графики в Full HD. В таком режиме можно будет поиграть 30-40 FPS с красивой графикой. Но самый главный плюс новых Ryzen 4000 – это мощная процессорная часть от 4 ядер и 8 потоков в случае с Ryzen 3 4350G и до 6 и даже 8 ядер в Ryzen 5 4650G и Ryzen 7 4750G. Как итог, старшие представители линейки в будущем сдюжат любые видеокарты, хоть Nvidia RTX 3080, что делает их идеальными решениями для сборки игрового ПК на будущее. Для тех, кто подзабыл, в новых Ryzen 5000 интегрированная графика отсутствует. Intel UHD Graphics 750 Под конец поговорим про интегрированную графику в новых процессорах Intel 11-го поколения, они же Rocket Lake. Она базируется на новой архитектуре Intel XE. Казалось бы, отличная заявка на победу, однако проблема в том, что если в ультрабучных CPU она имеет до 96 вычислительных блоков, то в десктопах ей оставили только 32. Как итог, прирост в сравнении с UHD 630 есть и он неплох, до 50%. С другой стороны, даже Vega 6 оказывается быстрее. К тому же драйвера пока сырые, и некоторые игры могут вылетать и артефачить. Так что в общем и целом оценить новые игры на такой видеокарте будет проблематично. Зато классика идет неплохо. Например, GTA 5 на минималках в HD порадует играбельными 60 FPS. А нетленная Half-Life 2 и вовсе без проблем пойдет на высоких настройках Full HD, выдавая больше 60 FPS. 15 лет назад это могли очень немногие видеокарты. Но, конечно, плюс новых CPU от Intel в том, что они из-за новой архитектуры и однокристальной структуры хорошо подходят для игр, выступая на уровне аналогичных Ryzen 5000 или даже временами лучше. Так что в будущем к ним в пару можно ставить топовые видеокарты от AMD и NVIDIA, а может даже и от Intel, если они появятся на полках, конечно. Результаты оказались вполне предсказуемыми. AMD всегда была сильна в создании интегряшек, что мы видим и сейчас. Ее вега позволяют нам поиграть в большинство современных игр, пусть и на минимальных настройках графики. С другой стороны, Intel даже не старается навязать конкуренцию. Ее интегрированные решения подходят разве что для CSGO до танков. Но если дефицит продлится еще с годик, видимо мы даже такие видеокарты начнем называть игровыми. Если у вас есть опыт игры на интегрированной графике, опишите его в комментах. Пусть люди поймут, что они не одиноки. Это был МК. До скорых встреч.